Ну хорошо, значит, мы с вами прочитали фрагмент в прошлый раз про то, каким образом собравшиеся в Ешиве Явницкой, Кэром Явны, первая Ешива после разрушения храма, там у нас перечисляется несколько мудрецов, которые там собрались, и все они высказали нечто во славу этого места. И первое высказывание, это высказывание раби Иуды, мы его вроде бы проанализировали, да, про Моше, который как бы свой шатер забирает, но потом вроде бы возвращает, ну и там у нас бы были разночтения относительно того, что имеется в виду, да, то есть имеется в виду, что мудрецы поступают как Моше, сдвигают свой шатер в каком смысле, да, шатер учения, который был в Иерусалиме, сдвигают за пределы какие-то стана или нет, или там речь идет про как раз тех, кто ходил в этот самый шатер, и тогда мудрецы сравниваются с теми, кто наоборот ходил в этот шатер, а они идут из страны в страну для того, чтобы из-за тем то. После этого у нас было толкование стиха относительно того, что Господь говорил лицом к лицу, и это тоже вроде бы мы проанализировали, и закончилось все тем, что там несколько есть толкований относительно того, как понимать это лицом к лицу, и, в общем, это тоже касается в том числе и вот этого первого стиха относительно шатра Моисея, и вроде бы как Бог говорит ему, что если ты возвращаешь свой шатер на место, то хорошо, если нет, то тогда Яшова Беднон будет вместо тебя. Ну и вроде бы Моисей возвращает, потому что там сказано, вышав Эля Маханена, вернулся в Устан, но, тем не менее, эти слова были не напрасны, как говорит Намрава, и, в конце концов, действительно, Яшова Беднон сменил Моисея. И мы, если я правильно помню, мы как бы достаточно подробно обсудили все это, и дальше мы вроде бы ожидаем, что сейчас нам и остальные тоже произнесут какие-то дрошот во славу этого самого места, но нет, у нас еще одно толкование Раби Иуды, говорится следующее, «Вод Патах Раби Иуда Бихвод Тора Ведорач». Интересно то, что в данном случае он «Дорэш Бихвода Тора», то есть во славу Торы. Вроде бы изначально нам сказали, что вот собрались, значит, мудрецы, и каждый выступил под хум, да, вот это слово «под хум», «открыть», это связано в том числе с понятием «тих», там сейчас не в этом дело, то есть все они что-то сказали во славу этого места, но Раби Иуда говорит во славу Тора, а не во славу этого места, как-то не странно, да, или он считает, что во славу Тора это и есть во славу этого места, но так обозначена и его первая дроша, вот про этот самый шатер Моисея, там тоже сказано, «Патах Раби Иуда Рошам и Добрим Бихольмаком Бихвод Тора Ведораж». Он начал говорить во славу Тор и произнес Драж. И здесь тоже, вот, «Патах Раби Иуда Бихвод Тора Ведораж». И он толкует стих из книги Дворим. Сейчас мы его посмотрим. «Гаскэт ушма Исраэля йо Мазэни, и это ла ант». Это 26 глава, 9 стих. «Гаскэт ушма Исраэля йо Мазэни, и это ла ант». Давайте откроем. Надеюсь, вы, как всегда, запаслись какими-то либо книжками, либо электронной версией. Может, это Дворим 27.9. Ну, это более-менее в конце книги Дворим. Моисей, вся книга Дворим. Моисей что-то говорит народу Израиля. И в начале 27 главы он говорит «И заповедовал Моше и старейшины Израиля народу, говоря, соблюдайте все заповеди, которые заповедую вам ныне». И так далее. И вы в тот день, когда перейдете через Ярдан, в землю и так далее. То есть это обычное наставление. Напиши слова закона по переходу твоему. «Вступил ты в землю, которую Господь Бог дает тебе, в землю, текущую молоком и медом, как говорил Господь». И так далее. И после перечисления этого и сказал Моше и священники, левиты, всему Израилю так. «Внимай и слушай, Израиль, ныне стал ты народом, Господу Богу твоему». То есть вот это аскет, надо сказать, что это не очень простое слово. Оно встречается в библейском тексте всего один раз. И поэтому что оно значит не очень ясно. Но из контекста перевод «внимай и слушай», то есть это тоже как бы, получается, прислушиваться, внимать, воспринимать, может быть. Но только из контекста. Потому что, в общем, у нас других примеров нет. Как и часто бывает с такими словами, которые единичные случаи, когда они встречаются в Писании, нам приходится определять значения скорее по контексту или пытаясь сравнивать с какими-то другими языками. Ну вот здесь именно это слово звучит. Значит, «Внимай и слушай, мы не стал ты народом». «Внимай и слушай!» «Внимай и слушай!»